Доброе утро! На календаре последний рабочий день перед затяжными майскими праздниками. В эфире канал ОТС Новости в студии Дмитрий Белькевич. В этом выпуске вы узнаете, как необходимо менять законодательство, чтобы выполнить задачи президента, и когда и какие трассы в Новосибирской области будут ремонтировать. Подробности далее. Реализовать послание президента в кратчайшие сроки. Государственная Дума должна принять все изменения в законы, которые связаны с выполнением задач, поставленных главой государства. Накануне парламентария обсудили с правительством России, какие законные акты необходимо принять в первую очередь. Многие вопросы нужно решить безотлагательно. Думе осталось работать всего-то два месяца. Здесь нужно не только принять законы, но и нужно, чтобы они быстро вступили в действие. Те же средства, которые надо довести до каждой семьи. Или, предположим, важнейший тезис по поводу возврата денег за детские путевки на летний оздоровительный отдых и так далее. Все это требует безотлагательной совместной работы как депутатов с точки зрения принятия закона, так и правительства с точки зрения быстрого исполнения. С 1 мая дорожные рабочие приступят к ремонту федеральных трасс, в том числе и в Новосибирской области. Как сообщили в Сибирском управлении автодорог, с субботы и по 22 сентября продлится ремонт участка северного обхода с 24 по 44 километры. Там ведут реверсивную систему движения. До 31 октября запланировано проведение ремонтных работ на мосту через озеро Старица. С 11 мая и до 1 сентября будут ремонтировать трассу Р-254 на участке протяженностью 24 километра. И в продолжение темы дорожного строительства. В региональном Минтрансе обсудили вопрос подготовки квалифицированных кадров для отрасли. Участники совещания отметили кадровый голод, который не способствует развитию масштабных проектов в дорожном строительстве. Как подчеркнул министр транспорта Анатолий Костылевский, отрасли необходимы сильные, смелые и готовые к самоотверженному труду люди. К слову, в профильном колледже эту задачу понимают и готовят такие кадры. Поэтому внимание к обучению в стенах учебного заведения со стороны органов власти будет пристальным. Руколак, серафин, шпинат и еще свыше 10 видов салата. В Новосибирской области торжественно запустили новый тепличный комбинат. Об уникальной линии выращивания в сюжете моего коллеги Андрея Баева. Десятки тысяч пучков салата. 15 сортов. Главная особенность тепличного комбината Обской – это его производственная линия. Практически весь процесс автоматизирован. На протяжении всего цикла от посева до сбора урожая человек к салату прикасается всего один раз. На каждом этапе производства своя климатическая зона. Например, на финальном доращивании салата нужна повышенная влажность. Всего лишь чуть больше месяца и готовый урожай можно собирать. По сути, это непрерывный конвейер. Свежую зелень отправляют на полки магазинов ежедневно. Когда комбинат выйдет на полную мощность, здесь будут собирать 22 тысячи упаковок салата в сутки. Вот здесь себестоимость продукции по сравнению с нашими конкурентами почти в два раза ниже. Мы можем для населения дать различный ассортимент и еще в добавок хорошей ценовой позиции. Общий объем инвестиций в проект почти миллиард 700 миллионов рублей. Больше сотни новых рабочих мест. Есть и еще одно важное преимущество новосибирского салата. Здесь не применяются ядохимикаты. Средства защиты растений исключительно биологические. Кстати, разрабатываемые в том числе в сотрудничестве с нашим аграрным университетом. Особое внимание упаковки готовой продукции. На комбинате отдельно оборудовали современный фасовочный цех. Андрей Баев, Константин Менин, Новость ОТС. Как правильно выбрать продукты к Пасхе, рассказало региональное управление Роспотребнадзора. Первое, на что следует обратить внимание, по данным ведомства, это срок годности и маркировка продукции. При покупке яиц важен и внешний вид. Если они неровные, окраска пятнистая или скорлупа повреждена, то покупать их, разумеется, нельзя. Важно помнить, что диетические яйца хранят не больше недели, столовые 25 суток. Перед тем, как варить яйца, их следует вымыть с мылом. А для окрашивания лучше использовать натуральные красители. Объяснили ведомстве, как выбрать пасхальные куличи. Лучше покупать запакованную выпечку, в составе которой должны быть натуральные ингредиенты. Мякоть должна быть золотисто-желтая, верхушка сухой. Областные парламентарии всерьез задумались над экологическими проблемами. В частности, над решением вопроса совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления. В частности, они обратили внимание на необходимость внедрения системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов и содержания соответствующих площадок. Важно, по мнению депутатов, в принципе перейти на так называемую дуальную систему сбора, что поможет решить главную проблему переработчиков – загрязнение вторсырья пищевыми отходами. В итоге депутат Дмитрий Козловский предложил разработать механизм, который будет стимулировать жителей разделять мусор. Кроме того, нужна система понижающего тарифа для тех, кто занимается раздельным сбором мусора. Уже через месяц новосибирские школьники сдают первые дисциплины в рамках ЕГЭ. 31 мая выпускники сдают географию, литературу и химию. Самым массовым экзаменом будет русский язык. На него отвели два дня – 3 и 4 июня. От 24 и 25 июня состоится экзамен по информатике и информационно-коммуникативным технологиям. Он впервые пройдет на компьютерах. Также, по данным регионального Минобра, на основной период государственной итоговой аттестации зарегистрировались почти 18 тысяч человек. Из них около 16 тысяч – выпускники школ этого года. Администрация Новосибирского района переедет в город Краснообск. На сессии депутаты местного совета обсудили плюсы и минусы предстоящего объединения разных структур под одной крышей. Сергей Толмачев расскажет подробности. Сегодня в Новосибирском районе живет почти 150 тысяч человек. Администрация прямо в центре мегаполиса. Но органы опеки, архив, счетная палата – все это на других улицах. И если человеку нужно собрать пакет документов, например, на строительство или получение льгот, ему приходится побегать. Поэтому и приняли принципиальное решение – объединить государственные структуры в одном месте. Федеральные областные структуры, полиция, военкомат, прокуратура и другие организации, они также распространены по городу, что очень неудобно для населения Новосибирского района. Оно сегодня динамично растет и развивается. В среднем плюсуем по 6,5 тысяч населения в город. Конечно, это уже почти 150 тысяч населения. Конечно, созрела необходимость где-то локализировать, локально всех собрать в кучу, чтобы была управляемость, централизация, чтобы удобно в первую очередь было для населения. Административным центром станет Краснообск. Это единственный город в районе с удобной транспортной инфраструктурой. И географическое расположение тоже играет важную роль. В трех соседних сельсоветах – Верхтулинском, Барышевском и Краснообске – живет больше 40% населения района. Стало быть, и депутатов большинство. Сейчас для решения проблем им приходится ездить в центр Новосибирска. Если администрация будет находиться в одном месте в Краснообске, то удастся существенно сократить транспортные расходы. Как временные затраты, так и финансовые. В Краснообске очень много пустующих помещений. Они принадлежат сельскохозяйственной академии. Но экспериментов во многих институтах не проводят уже давно. Именно их можно будет использовать под административные нужды. Правда, для этого необходимо решить вопрос о передаче собственности. В большинстве все-таки это федеральные площади, да, это федеральное имущество. Но мне кажется, что если, допустим, проработать вот эти все вопросы, вопросы передачи федерального имущества в муниципальное, ну, они не вызовут особого напряжения. И федеральные службы, и муниципальные, и руководство Новосибирской области отнесутся к этому положительно, и все вопросы будут решены. В случае переезда все работники администрации будут платить налог на доходы уже в бюджет Краснообска, а не в Новосибирскую казну. Это явный финансовый плюс для района. Сэкономят и на аренде помещения в областном центре. Проработают новую транспортную схему. Необходимо будет запустить маршруты в другие сельсоветы. Сегодня создали рабочую группу, которая займется юридическими и организационными вопросами. Сергей Толмачев, Андрей Жданов, Новости ОТС. Многофункциональный центр в Новосибирской области изменит график работы. По данным регионального Минэкономразвития, 30 апреля, а также с 4 по 6 мая, филиалы МФЦ будут работать до 5 часов вечера. А даты с 1 по 3 и с 7 по 10 мая будут выходными. В остальные дни в мае филиалы территориальные подразделения МФЦ работают в обычном режиме. Напомню, изменится в предстоящие праздничные дни график работы медучреждений. Однако пункты вакцинации будут работать по прежнему расписанию. Почти 9 миллиардов рублей бюджетного кредита могут реструктурировать для Новосибирской области. По данным регионального Минфина, этот кредит область получила в декабре прошлого года в целях снижения рыночной долговой нагрузки. Если на уровне правительства решение будет положительным, то регион может рассчитывать на реструктуризацию долго до 2029 года. Профильное министерство отмечает, что наш регион, обладая высоким промышленным и аграрным потенциалом и развитой научной системой, нуждается в постоянном развитии инфраструктуры. А потому инфраструктурные кредиты просто необходимы. Напомню, задачи по реструктуризации долгов регионов в рамках послания Федеральному собранию в апреле озвучил президент Владимир Путин. Чтобы каждый сторонник здорового образа жизни в Звинском районе смог проверить себя на силу, ловкость и выносливость и побороться за знак готов к труду и обороне, вопросы массового внедрения физкультурно-спортивного комплекса обсудили на семинаре-практикуме создачи нормативов комплекса ГТО. Александр Галкин в советское время сдавал ГТО, имеет серебряный знак, но сейчас решил вновь проверить себя. Мужчина всю жизнь занимается спортом, учит этому детей, его воспитанники часто выполняют норматив, на знаки высшей пробы. Сегодня очередь самого Александра. Проверить свою силу, свою подготовку. Как-то я сначала дети сдавали, я думаю, пока мне или не нужно, но будем говорить, не подошел еще к этому. А сейчас я настроен на сдачу, сегодня буду сдавать нормативы. Сдает комплекс и Ольга Зайцева. Она занимается организацией спортивных мероприятий в селе Лянино и полученный сегодня опыт пригодится в работе. Честно говоря, без подготовки, наверное, нет. Но вот на что способна, то и могу сейчас выполнить. Думаю, что если бы немножко подготовиться, можно и лучше. А чтобы получить хороший результат, физкультурой необходимо заниматься каждый день. Инструкторы показали, как правильно и технически выполнять каждое упражнение, используя для здоровья. Поездить с удерживлением и непрямая. Как, откуда стартовать, как правильно приземление, как отжиматься, как поднимать туловище. Сейчас откровенно все внимательно посмотрели. И они с собой этот багаж знаний сегодняшний, они повезут в села к себе. И будут рассказывать, и уже знают, как это все принимать в комплексе ГТО. В центре тестирования комплекса ГТО зарегистрировано около 500 человек. Чтобы этот список увеличить, стоит привлекать людей разного возраста к занятию спортом. Формы не новые. Спартакиады, фестивали, конкурсы, турниры, массовые забеги. Жители Двинского района очень любят физическую культуру. Я просто это точно знаю. И непосредственно желающих выполнить нормативы будет много. Но нужно поправить работу. Мы вчера побыли на стадионе, побыли в тренажерных залах, побыли в спортивных залах, школах. То есть для этого все есть. Необходимо только правильная организация. Пример для всех обладателей удостоверения и знаков ГТО. Таких в районе около 200. Екатерина Тихомирова, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. Три четверти поддержанных авто в России имеет скрученный пробег. Это выяснили эксперты портала «Дром». Они уверены, чем ниже стоимость машины в объявлении, тем выше вероятность того, что показания одометра изменили. Чаще всего такое можно увидеть у автомобилей стоимостью до полумиллиона рублей. В 73% случаев пробег в объявлении не соответствует реальному. В среднем реальные показания одометра занижают на 180 тысяч километров. У машин в ценовом диапазоне до 800 тысяч рублей. Одометр скручен в 62% случаев. И 40% авто стоимости до 3 миллионов рублей, продаваемых на «Дроме», также имеют несоответствующей действительности пробег. К этому часу у меня все новости. С вами был Дмитрий Белькевич. Хорошего дня. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»